А в прошлом видео выигрывает Айнурчик 167 Вод. Он получил уже голду. Если ты тоже хочешь получить голду, также твой комментарий окажется в видео, то тогда тебе достаточно сделать простые шаги. Подписаться на канал, нажать колокольчик, не забыть поставить лайк, досмотреть данное видео до конца и, конечно же, написать комментарий со своей Айди ВКонтакте. Если мне нужен премиум танк или много золота, я захожу на vodkit.ru. Тут в каждом сундуке лежат призы. Что выпадет, решит твоя интуиция. А раздача 5000 золота определит счастливчика дня. Зайди и проверь. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. И сегодня у нас 13-е ЛБЗ. В общем-то, предпоследнее. А для кого-то последнее. Потому что для того, чтобы получить премиум танк, достаточно выполнить 13 ЛБЗ. И я решил, так скажем, проанализировать весь марафон, все ЛБЗ. Также сам приз, то есть этот премиум танк, ну и премиумные вот эти призы, всякие плюшки. И сделать вывод, стоило оно того или нет. Хороший это марафон или плохой. Давайте начнем с ЛБЗ. Первая ЛБЗ была сыграть 10 боев, не обязательно подряд. В каждом из которых нужно попасть в топ-10 своей команды по опыту. Это довольно простая ЛБЗ. Я думаю, практически для всех выполняется. Ну, она в среднем 10-20 боев, в зависимости от скилла игрока. Идем далее. Следующая ЛБЗ. Нанести 25 тысяч единиц урона техники противника за любое количество боев. Если у вас есть высокоуровневая техника, то это ЛБЗ, я думаю, вам сложности не доставило. Но если даже у вас танки есть там седьмого, шестого уровня, то в принципе, если есть время, выполнить можно. То есть это еще и ЛБЗ приемлемое. В 10 боях не обязательно подряд уничтожат, как минимум по два танка противника. Ну, опять-таки, зависит от техники. То есть на шестых, там, седьмых уровнях на определенных танках это сделать несложно. Особенно на какой-нибудь имбель типа Е25. Это более-менее адекватный ЛБЗ. Но сыграть 5 боев не обязательно подряд. Сыграть 5 боев не обязательно подряд. В каждом из которых заработать не менее 850 единиц чистого опыта. Для кого-то эта ЛБЗ была сложная. Я видел людей, которые жаловались, говорили, что сложно. Ну, в основном, наверное, это игроки-новички. Ну, или те, у кого есть какие-то определенные проблемы с игрой. Или еще недостаточно опыта. Или компьютер слабый. Ну, в целом, лично для меня эта ЛБЗ была очень простой. Я ее, там, за 6 боев выполнил. Не хвастаюсь этим. Просто, ну, мне кажется, что даже если игрок не очень такой вот опытный, то он выполнит эту ЛБЗ, ну, максимум за 20 боев. Конечно, требуется определенная техника. Ну, и время. Все-таки затратно это может быть по времени, а может быть и быстро. Тут, как бы, рандомно. Зависит еще от того, какой рандом. Пятая ЛБЗ держать 5 побед можно неподряд. Учитывается победные бои, где игрок выжил и попал в топ-10 своей команды по опыту. На мой взгляд, несложная ЛБЗ. Проходимая сойдет, скажем так. Но вот дальше уже, по-моему, жесть идет. Сыграть 5 боев можно неподряд. По вашему засвету или сбитию гусениц должно быть нанесено минимум 2000 единиц урона. Эта ЛБЗ, я могу сказать, что доставила много хлопот игрокам, много проблем. Многие ее не стали выполнять. И я полностью поддерживаю, что данная ЛБЗ крайне неадекватная. Да, кто-то говорит, что можно там было на СТ сесть и легко выполнить эту ЛБЗ. Но это тоже рандомно. То есть у кого-то, может быть, эта ЛБЗ все просто выполнилась, а кому-то доставила много проблем. Лично я ее выполнял очень долго. И мне она реально очень не понравилась. Идем далее. Седьмая ЛБЗ заработает 60 тысяч единиц боевого опыта за любое количество боев. Учитывается бои, где игрок попал в топ-10 по опыту в своей команде. Еще одна, ну, самая сложная ЛБЗ. Ну, вторая по сложности после засвета. К счастью, все, в общем-то, вот эти вот бустеры, там, резервы, X2. В общем, все, что увеличивало опыт, это работало и шло в копилку. За счет этого выполнение этой ЛБЗ было не столь сложным для тех, у кого много всяких плюшек. Но для тех, у кого нету много техники и у кого нету всяких там плюшечек в виде там резервов, премиум аккаунта, то тогда для них, в общем-то, эта ЛБЗ была очень проблемна. Я понимаю, таких игроков они не донатят. Это их выбор. Я их поддерживаю. Ну, действительно, ЛБЗ муторная. Даже если у вас куча резервов, премиум аккаунт, все равно очень время затрат на ЛБЗ. И с нынешним рандомом, ну, когда этот марафон проходил, ну, и проходит до сих пор, играть практически нередно долго, потому что игроки творят полную дичь. Еще одна жесткая ЛБЗ, которая подпортила игрокам нервы. Идем далее. Боевая задача занять первое место по урону и опыту среди обеих команд. На мой взгляд, несложная ЛБЗ, но для новичков, может быть, какие-то проблемы она доставила. Но в целом, выполнимая ЛБЗ. Более-менее адекватная. Идем далее. Заработать 5 медалей огонь на поражение за любое количество боев. Огонь на поражение, это медаль, которая выдается, если вы нанесли урона больше, чем хп вашего танка. И все. Несложная ЛБЗ, я ее за 5 боев выполнил. Опять-таки, не кичусь этим, просто говорю, что несложная, в принципе, адекватная ЛБЗ. Далее у нас пробить броню танков противника 25 раз за любое количество боев. Несложная ЛБЗ. И большинство игроков, они говорили, что вроде как ЛБЗ простые, но нужно найти каждый день время, чтобы поиграть. Не у всех есть время, кто-то работает, у кого-то еще какие-то дела, у кого-то, может быть, там, со здоровьем не очень. Ну, дело в том, что вот в этом вся загвоздка. Ну, а так, ну, большая часть ЛБЗ, на мой взгляд, выполнимая. Ну, это ЛБЗ, я думаю, любым игроком, даже раком будет легко выполнено, только потребуется время. Далее у нас уничтожить 10 машин противника за любое количество боев. Ну, несложная ЛБЗ, что тут, в принципе, просто 10 машин уничтожил, да и все. Ну, и следующее ЛБЗ. Сыграть 5 боев можно неподряд. В каждом бою попасть в топ-7 по урону в своей команде. В целом, опять-таки, несложная ЛБЗ. Ну, может быть, для кого-то она доставит какие-то небольшие хлопоты, но в целом, выполнимая, адекватная ЛБЗ. И последняя ЛБЗ, 13-ая, ну, предпоследняя. Для кого-то последняя. Вот сегодня она заработает 4000 единиц чистого опыта за любое количество боев. Учитывается бои, где игрок попал в топ-10 по опыту в своей команде. ЛБЗ несложная, на мой взгляд, то есть, выполнима. Требует столько времени, не очень много. Ну, я не знаю, сколько там, ну, час-два, может быть, и вы выполните, я думаю. Ну, сколько там, по 500 опыта, если там, ну, я считаю, вы как бы и так без премиум аккаунта. То есть, тут чистый опыт. И, в целом, выполнима. Какая последняя ЛБЗ, неизвестна. Но уже по этим ЛБЗ можно сделать вывод, что, ну, в целом, в БГ, именно, ну, сделали большую часть ЛБЗ, ну, нормальных, проходимых. Но две ЛБЗ просто провальных. Это у нас 60 тысяч опыта. И также на засвет ЛБЗ-шка сложная. Ну, а так, в целом, выполнима. Но большинство игроков все-таки вот на этом моменте, вот на этих двух шагах и бросили марафон. То есть, особенно вот на засвете большинство просто подумали, что дальше будет такая же дичь. И решили, что не стоит продолжать. Может быть, это сделано, кстати, специально. Есть такие люди, которые утверждают, что это сделано специально. Ну, такая хитрость, типа, вот шли сначала простые ЛБЗ более-менее были. А потом две сложные. В итоге игроки их не смогли пройти. Потом остальные все простые. В итоге, ну, чуть-чуть они все-таки, игроки, да, задонатили. Ну, там 200, 400, может 600 рублей. Что-то для ВГ тоже прибыли со всего сервера собрать. Насчет наград. Награды, на мой взгляд, ну, более-менее неплохие. Но они хуже, чем на европейском сервере. Ну, два дня приема стоит отметить. Неплохая награда. Три оборудования тоже неплохо. Резервы на фарм. Ну, неплохо тоже. Также 100 тысяч серебра. Там всякая мелочевка, расходники. Ну, краска. Это такое себе. Сам премиум танк. Стоит он того или нет? Я много раз повторял, что зависит от того, стоит или нет. Сколько у вас премиум танков в ангаре. Если у вас целая куча премиум танков, или есть 2-3 танка хороших, то, в принципе, этот танк вам не даст какой-то радости. А может быть, даже много негатива вам доставит. Для кого-то, может быть, это станет, ну, еще одним таким танком в коллекции. А для кого-то, может быть, это станет единственным премиум танком. И он будет рад этому. Хоть какой-то прем будет. Тут зависит все конкретно от вас. Я лично выполняю и лично не испытал больших трудностей в большинстве ЛБЗ. Но 2 ЛБЗ, как я уже сказал, ну, даже одна для меня стала просто чудовищно сложной и неприятной. От которой я, прям, не знаю, до сих пор отхожу. Считаю ее худшей ЛБЗ за всю историю. Ну, не из-за того, что ЛБЗ, вот, ну, условия вроде выполнимые, но то, что творилось в этот день в рандоме, словами позитивными, хорошими, нельзя описать. Премиум танк такой себе. То есть, откровенно говоря, конечно, Проджета гораздо лучше. Вот на Проджета покатался. Могу сказать, что новый танк итальянский, ну, прям на голову, если не на 2 лучше, чем ВК-168-01П, ну, кому-то, может быть, и такой танк премиумный сойдет. Ну, как написали многие в комментариях под моим видео, и не только почитал там, походил. Ну, в общем-то, если вам дают отстой, то что этому радоваться, если какую-то фигню дают, то что это, хорошо, что ли? Ну, вот такие вот дела. На мой взгляд, марафон, ну, такой среднячок, то есть, он был испорчен двумя ЛБЗ, и также приз все-таки не такой хороший, как хотелось бы, но на халяву обычно ВГ ничего такого годного не дают, но лучше бы был какой-нибудь быстрый танк, хотя бы повеселее было. Вот такое вот мое мнение по этому поводу. Спасибо, ребята, за просмотр, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok